Добрый день, на связи Амкабанский. Сегодня мы соберем с вами все 8 звезд в игре Брейт, а также посмотрим альтернативную концовку игры. Круто мы просто прошли, я думаю многие ее просто так проходили, получали классическую обычную концовку, которая дает нам больше вопросов, нежели чем ответов. Но тем не менее, чтобы получить альтернативную концовку, мало кто выполнял особые условия. Собирал 8 звезд, которые здесь разбросаны по всей игре. Если мы их соберем, то у нас появится возможность встретиться с принцессой и узнать историю еще более детально. И увидеть, конечно дело, отличное окончание игры. 8 звезд находятся в очень труднодоступных местах, их очень сложно собрать, очень легко пропустить. Но тем не менее, это можно сделать, и мы это сделаем в этом видео. Эти 8 звезд олицетворяют 8 добродетелей, которые нужны нам для того, чтобы вернуть принцессу. Это терпение, внимательность, настойчивость, доверие, самопожертвование, пунктуальность, велосердие и стремительность. Мы начнем с вами по порядку, я начну новое прохождение, чтобы получить и буду включать запись, когда буду находиться у необходимой для нас звезды. Первая звезда у нас посвящена такой добродетели, как терпение, и находится во втором мире на второй подлокации. Терпение это очень важный добродетель, который учит нас быть уверенными, целеустремленными, умением ждать. Как писал бессмертный Рейдер Кипринс, если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь. Только терпеливые люди смогут пройти через сложные жизненные невзгоды. И на самом деле получение этой добродетели очень символично. Вы видите вот это вот облачко, на которое я обратил ваше внимание, когда мы еще просто проходили игру. На первый взгляд может показаться, что оно просто стоит, но если вы присмотритесь, оно очень медленно ползет налево по краю экрана. Нам надо никого не убивать здесь, особенно вот этого вот ежика, ежика, ебжика, называйте его как хотите, который с левой стороны. Дождаться, пока она доползет до той стороны, и с помощью ежика запрыгнуть, ну и долететь до конца. И тогда мы сможем попасть в особую зону, где находится эта звезда. Облако будет ползти от этого конца до нужного на место почти два реальных часа. И за это время вы не можете ни сворачивать игру, ни закрывать, ни еще что-то делать. Вы должны просто ждать, быть терпеливыми как раз таки. Видим, что оно уже постепенно движется. Где-то минут 30 оно будет ползти до ежика, а потом уже мы сможем запрыгнуть. Там можно будет сделать это в более спокойной обстановке. Я сейчас, чтобы это вам два часа не мучиться, это два часа, постою, посмотрю, но у меня как бы еще другие дела здесь могут быть. Я запишу этот сегмент в ускоренном режиме, без голоса, чтобы ваше время не терять. Так что сейчас небольшая пауза, а потом будет еще одна небольшая пауза после этого сегмента. Все, запрыгнул я. На это облачко. И это хорошо, потому что, насколько вы помните, наш главный герой прилипает к нему, и в таком случае не надо постоянно ждать. Прыгать туда-сюда. Запрыгнуть очень тяжело, надо прыгать под прямым углом с разбег, чтобы такой бум был звук, а не просто прыгнул. Поэтому может потребоваться некоторая сноровка. Вы, может быть, заметили, что на последних кадрах была активна туда-прыговка туда-сюда, туда-сюда. Ну ладно, я умолкаю, включаю ускоренный режим, чтобы игра смогла дальше спокойно пройти. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы наконец-то и добрались до конца. Я тут уже успел вздремнуть пока. Это облачко плыло, это реальное испытание терпения, но мы, зайдя сюда, увидим звезду. Такую яркую вспышку, когда мы ее поднимаем. Все, звезда собрана. Нам надо только пройти уровень, мы ее увидим на небе, на лиху, поэтому давайте я включу запись. Когда мы будем уже в самом доме. Теперь у нас здесь горит одна звездочка у Андромеды, и нам надо дальше продолжать собирать остальные. А следующую мы скоро с вами увидим. Вторая добродетель у нас это внимательность, которая учит нас быть сосредоточенными, сконцентрированными, обращать наше сознание на вещи, казалось бы, на первый взгляд, очень незначительные. Она находится, она у нас в очень простом месте, в доме Тима, и вообще достать ее проще простого. По-моему, это самая легкая для получения звезда, ну, конечно, если вы знаете это, а так ее очень сложно найти и легко пропустить. Если мы посмотрим на комнату, где находится третий мир, вверху мы видим два окошка, нас интересует левая. Видим, что там какие-то две вещи справа, то ли бумажка какая-то, то ли еще что-то. А слева что-то такое, похоже на наконечник стрелы, на какое-то острие, на такой вытянутый треугольник. И если мы вспомним, как вылет звезда, то обратим внимание, что это как раз один из ее пяти концов. В то же время, если мы посмотрим на пазлы, очень важно не собирать пазл. Если вы соберете пазл третьего мира, все, вы уже потеряли эту концовку, вы ничего сделать не сможете. Вы заметите, что здесь есть вот такие вот два пазла с разбитой тарелочкой, и здесь тоже с чем-то непонятным. И если вы совместите их вот так, то вы получите звезду, а сверху как раз образуется та самая недостающая. Вот вам надо их разместить таким образом, чтобы они подпадали под этот наконечник. Может получиться не сразу, но точность вас, конечно же, выручит. Еще чуть-чуть леви надо. Да, в таком случае загорается звезда. После этого вы должны туда залезть, у вас должны быть хотя бы пазлы из второго мира, которые отличаются за вот этот вот подъем. Опускаем его, еще даже ниже опускаем, запрыгиваем, ну и уже, естественно, методом поднимаемся наверх. И тут мы видим, что сюда мы можем тоже запрыгивать. Прыгаем вниз, и звезда наша. Эти два пазла находятся во второй комнате, вот здесь. Вот вам их надо взять предварительно. Иначе вы их сможете собрать. Видим, что тут наконечник пропал. А если мы вернемся назад, то заметим, что вторая звезда у нас здесь наверху пылает. Третий от образителя это настойчивость, которая подразумевает последовательное, целеустремленное следование поставленным целям. Быть настойчивым значит не пасовать перед трудностями, всегда справляться с теми препятствиями, которые возникают на нашем пути. И на самом деле разработчик очень символично подобрал эту звезду. Для этого можно сказать, что мы сейчас с вами сделаем путь Пираспера Адастра, чьей стерни к звездам. Если переводить с латыни, потому что вот эти вот, видите, у нас тут растения, они нам преграждают путь. Это у нас пятая комната четвертого мира, в которой время привязано к движению главного героя. Нам надо было достать здесь один пазл наверху, провести одного ебжика туда. Спустить и по нему здесь запрыгнуть. Это несложно, это, я думаю, каждый из вас, кто игру проходил, делал. Но, очевидно, дальше вы не пройдете. Но, чтобы получить эту звезду, нам надо тут ежиков, может быть, 10 провести. Сейчас вот посчитаем, я не считал. Нам надо будет попасть туда, где пушка, и выше. Но, если обратить внимание, вот мы находимся на точке с растением, она нам блокирует дорогу. Тут тоже блокирует, и там тоже будет блокировать. Это те самые крастерни, которые надо преодолеть. Кстати, обратите внимание, вот это очень важная, считаю, отсылка. Мы можем даже проанализировать эту звезду. Смотрите. Вообще, на первый взгляд, кажется, что это отсылка на Марио. Вот эти вот трубы с растениями, там же тоже были цветочки из них. Вы лазили, вас кусали. И есть отсылка. Но, в то же время, это у нас отсылка на ядерные боеголовки. Почему? Если вы присмотритесь, вы заметите, что вот эти трубы напоминают шахты, в которых как раз-таки ждут судного дня боеголовки. А сами вот эти растения, высунувшиеся, и есть те самые боеголовки. Форма ракеты отчетливо видна. И белый вот этот вот клюв. Да, клюв будет у нас. Это как наконечник, как раз-таки, где хранится этот заряд. Тоже вот такой вот довольно интересный символизм. Можно сказать, что преодолевая эти препятствия, будучи настойчивым, Тим у нас проявляет свою настойчивость при поиске этой принцессы, бомбы, ее создания. Как вот так вот, как это делается? Если мы обратим ваше внимание, то заметите, что есть слепые зоны. Места, в которых вы можете спокойненько стоять, и эти штуки вам не помешают. Вот первое, надо постоять 5-10 секунд. Второе место, чуть слева от М, где такой камешек. Мы постояли сейчас. И третье место, это под буквой R. Мы отматываем время назад так, чтобы провести ебжика. Все, одного мы провели. Сейчас он спрыгнет, мы по нему запрыгнем наверх. Мы могли бы забрать здесь пазл, мы уже забрали. Но, если мы пойдем дальше, вы заметите, что нам дорогу блочит. Поэтому, постоим здесь, подождем секунд 10, чтобы зафиксироваться. Сколько плохая? Ну, где-то вот так вот встанем. Подождали, думаю, достаточно. Спускаемся вниз. И снова повторяем. Первую зону фиксируем. Вторую зону тоже некоторое время ждем, фиксируем. Ну, и, конечно же, третью зону. И отматываем. Так, сейчас. На высоких скоростях играем. Сейчас. Все, ебжик проведен. Отматываем. И запрыгиваем сюда. Видим, что камера поднялась. Мы находимся здесь. Потому, что мы бы не перепрыгнули через растение. Тоже постоим здесь некоторое время. В принципе, мы уже достаточно постояли. И спускаемся вниз, это второй ежик. Повторяем процедуру вновь. Стоим некоторое время. Потом идем дальше. Стоим тоже некоторое время. И идем на третью позицию. И... Отматываемся. Перестарались. Тут сложно поймать. Но главное, shift не отпускайте, если не получилось. Сыграйтесь. Иначе вам придется заново повторить процедуру. Сейчас. Сложно поймать ритм. Я когда-то это давно делал. Делаю по памяти. Что он был, додумал. И отматываемся назад. А-а-а! А почему он умер? Не понял. Походу мы его убили. Так, стоп. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Сильно не заставимся. Лишнее движение стараемся не делать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Требует некоторой практики. Это... У вас тоже с первого раза, скорее всего, не получится, когда будете это делать. Так что не переживайте, не паникуйте. Это нормально. Не докрутил. Я сейчас смотрю на время, чтобы не перекрутить его. И через него теперь перекрыгиваем. Все, мы на зоне. Дальше мы, очевидно, тоже не пройдем. Так что ждем тоже некоторое время. А, тут не так. Тут нам придется отматываться еще раз. Аккуратно теперь с зонами играться. Отматываемся на позицию. Подходящую. Ой, я боюсь, мы не успеем. Ладно, подожди, давайте вернемся назад. Отычка. Аккуратно. Угу. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok И... И... Добавил DimaTorzok 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 Это может получиться не с первого раза Принципиально слева от лестницы И после этого назад не челкать, иначе все Все, ключ вы забрали, молодцы Можете убить, не убить его, как хотите Но этот уровень у нас доверия, поэтому можете не убивать И прыгаем и забираем звезду Все Одна из самых геморрных звезд у нас Мне нравится вот эта пасхалка, кстати Ладно, сейчас зайду F1, если мы нажмем, нам пишут Вы хотите покинуть этот мир? Нет, продолжить игру Да, отправиться на облака Нажмите F2, чтобы выйти из мира и больше никогда не спрашивают подтверждение Отправиться на облака Ну тут игра слов очень хорошая Все ее замечают Что типа мир-то вот имеется в виду, что вот этот мир А покинуть мир отправиться на облака Потому что мы по облакам ходим Это как бы аллюзия на смерть Вот видим, мы здесь теперь 4 звезды Двигаемся дальше Пятый добродетель это самопожертвование И суть ее заключается в том, что Если мы сами не будем приносить жертву То чего-то мы не достигнем И для того, чтобы получить здесь вам звезду Вам придется много раз умереть Как не знаю, догадаться Переключаем платформу Грохаем ебжика Ждем пока он появится Тут падаем так, чтобы он нас как бы убил Отматываем Вот так вот, да Тут под ним Это называется точность Все убили Тут тоже под нас как бы Прыгаем, отматываем Наша задача наверх будет спикнуть Это может получиться Не с первой попытки А, это я перестарался Ладно, пусть там сидит Нет, не то Нам надо его сейчас не запихнуть А, хотя же можем отмотать назад Нам надо сделать так, чтобы он об этот барьер ударился И как бы развернулся Тоже может получиться Из первой попытки Да-да-да, стоп Сейчас было правильно Вот так его пихаем туда Теперь нам надо обратно вести И теперь туда нам надо его затолкнуть Стоп, стоп, стоп Попал Все Теперь этого можем убрать Ждем пока появится новый И спокойненько зап... Туда все прямо запрыгнуть наверх Ну и поднимаемся Спокойненько забираем звездочку Очередная наша звезда Теперь под контролем Если вернемся обратно Мы заметим Наимеду К Началу, где у нас созвездия То, что Еще одна звездочка Добавила Еще три звезды осталось Шестая добродетель Это пунктуальность Которая предполагает У нас с вами Точное следование Плана Расписания Договоренностей Пунктуальный человек Это тот, который не опаздывает На собрание На встречи До свидания В конце концов И тут у нас Это Добродетель Применяется В шестом мире На пятой подлокации Где, чтобы Забрать его Надо быть очень пунктуальным Точным Свои действиями Для начала нам надо По стандарту Сейчас поймаем время Дождаться момента Пока Два Ебжика Пройдут налево Делается Стандартно Как мы забирали пазл Когда мы этого дождались Ждем пока они спустятся И по ним запрыгиваем Наверх Теперь попадаем Сюда Проводим В принципе Тут мы не спешим Никуда Но пусть будет Четверо Это в принципе Достаточно А нет Не достаточно Отмотать В общем Как можно больше Нам надо будет С одного Прыгнуть справа На левого Ежика И попасть Так что пусть и тут В принципе Мы Ничего не теряем Проскочили Попали наверх Ну тут просто Прыгнуть Это не сложно Вот он Звезда Сюда мы попасть Можем только С пушки Знакомый нам Уже прием А тут Просто Тайминг Надо будет Поставим колечко Здесь А я запись Случайно Останаю Чтобы мы могли Подписывать Придется Попотеть Поэтому Она называется Плуктуальность Наоборот Подольше Куда ждать Еще подольше Это так Куда ждем Второго Почти Что Нет Ладно Еще типа Одного Почти Пошли Так Слишком Нужно 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 Ждем 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 Тут вообще Не попасть Походу Нет Кстати Хотя Подождите Да Попали Все Это Наши Последняя Седьмая Звезда Которую Мы можем С вами Взять В классических Мирах Посвящена Добродителе Милосердия Предполагающий Что Только Проявляя Милосердие К другим И набрасываясь На них Мы способны Достичь Большего Нам надо Спуститься Сюда вниз Разе ключа Мы это делаем Тут есть Волшебный кролик Как на приколе Да Нам надо Тут очень сильно Будет помахаться И что Тут геморрой Нам надо Уехать вместе С ним И не убить Его Потому что Первым делом Что он хочет Сделать Здесь Однозначный Это Гру Сранца Нет Но грохот Его нельзя Обязательно Одноверу Забрать Важные слова Он будет Беситься Вас Нервировать Очень сильно И провоцировать На агрессию Но Вы должны Сопротивляться Всеми порывами Все Мы его Доставили сюда Это хорошо Некоторое время Лучше здесь Пачкаться Я почкаюсь Подольше Это может быть Несколько минут Потому что Ну поймете Зачем Тут есть одно Какое условие Засраться Паразит Пусть Лучше Разные углы То все У нас будет Поиграться Со временем Но Мы можем Тупо не попасть В тайник Но будем считать Что достаточно Эна Все Теперь мы можем Топ Теперь кладем Кольцо Дед Засранец Останется Наверху Наверху Нам Абсолютно Насрать Маленький Террорист Пусть Прыгает Он нам Уже Не повредит Нам Теперь Надо спуститься Вниз Он С вами Все Сделал Все Успеем Забираем Колечко Идем Направо Тут у нас Знакомая Всем Гололомка С отмоткой Времени Она нам Нужна Дергаем Рычаг Ставим Колечко Отматываем Ставим Колечко Та платформа Он приезжает Туда Забираем Выпускаем Спокойную Лесеньку Без Напряга У этой Платформы Есть Особенность Что Если мы Некоторым Постоим То Заряжаемся Отмоткой Мы можем Отматывать Время В ходу Теперь Отматываем Пока Мы здесь Время Пока Лесенка Не упадет Стоп Аккуратно Ловим Момент Запрыгиваем На лестнице Сейчас Полный момент Сейчас Закрепили Закрепили Отлично Все Теперь Идем Налево Вот Для Это Нам Этот Паршивец Нужен Был Мелкий Отматываем Время Пока Он Будет Там Чкаться Справа Стоп Так Отматываем Тут У нас Тоже Заряд Он Не Случайен Забираем Звезду Все Все Классические Звезды Собраны Последнюю Седьмую Мы теперь Сможем Получить В последнем мире Когда у нас Предстоит Встреча С принцессой Что же Отправимся Туда Посмотрим Что там Теперь Стало Теперь Когда мы Дошли До Последнего Может так Сказать Уровня Нам надо Будет Заново Пройти С семью Звездами Здесь Мы сможем Получить Последнюю Восьмую Уровень Будет Развиваться Поначалу Точно Которую Будет Очень Сильно Влиять На Исход Пока Все Стандартно Принцесса Снова От нас Убегает Но мы Знаем Что Она От нас Убегала Потому что Обычную Концовку Мы видели С вами Но Как вы Помните Она прибегала В домик Раньше Мы уже Приходили К спящей Принцессе На этот же Раз Все будет По другому У нас Будет Созможность Обогнать Пока Отличия Вообще Никаких Так же Но Сейчас Появится Некоторое Отличие Так Можно Не спешить Теперь Человек Стал Зеленым То есть Мы его Можем Дернуть И Отлетаться Назад Спокойно Принцесса Как бы Сможет Идти Дальше И Произойдет Небольшой Рассинхрон Времени Потом Пространство Временную Контимул Не знаю Тут Разные Теории Можно Строить Тут У нас Аналогично Контимул Тоже Рычаг Тоже Зеленый Здесь Спокойно Подняли Отмотались И нам Теперь Не придется Прыгать Сверху Мучиться Можно Спокойно Здесь Пройти Все Видим Теперь Принцесса Замедляется Здесь А это Штука Еще Не Появилась А это Пропал И мы Оказались Внутри Огребе С лакоголем Раньше Него Главного Проблема С лакоголем В этой комнате Тут Надо Успеть Запуск Внутри 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 Схватиться Обязательно Верх Нажать Стрелочку Наши Внизу Окажитесь После Этого Все Главное Теперь Не Упадите Взрыв Вот У нее В доме Ну И Получить Конечно Заветную Восьмую Звезду Обратите Внимание Вот здесь Вот стоит Динозаврик Тот Самый Который Встречал Нас Тоже Сможем Дойти Я Не Буду Проверять А Друг Не Сможем А Вот Здесь Вот Кстати 6980 Цифры Это Пасхалка Тоже Это Отсылка У нас На Специальные Коды Безопасности Международной Связаны Как раз Таки С Технологиями Оборужением Вот Мы Можем Дергать Можем Не Дергать Это На Что Не Влияет Мы Идем Назад И Время Назад Идет Это Тоже Еще Один Из Ответов Вам На Некоторые Вопросы Почему Потому Что Как Вы Помните В Предыдущих Уровнях Этой Секции Время Шло Назад А Прошел Вот Она Та Самая Лена Наверх Мы Залезем Но Зато Мы Зайти В Эту Дверку Эпилог По Могу Он Будет Одинаковым Но Давайте Проверим Может Тексты Отличаться Будут То же Самое Ну Да Но Я Не Буду Останавливаться На Эпилоге У 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 Отдельное Видео По Секретным Текстам Я Надеюсь Что Вы Смотрели Предыдущее Наше Прохождение Этой Игры Прохождение А Кстати По поводу Этого Мальчика У У У Тоже Есть Малыш Толстяк Помните Две Бомбы Хиросима Нагасаки Вот Малыш Мы Видим Малыша И Там Мы В Последнем Замке Где Разруха В Шестом Мире Там С Одной С С С С С Литлбой В Оригинале Это Он На Русском Малыш На Оригинале Называется Литлбой Мы Видим Литлбой Здесь Еще Одна Ссылочка На Эту Версию Но Я Не буду Играться С Ними Могу Поиграться В смысле Не Вижу Да Но Это Стандартный Текст Поздравляем Игра Пройдена Мы Узрели Альтернативную Концовку Но Это Еще Не Все Как Говорится Еще Есть Одна Интересная Вещь Когда Мы Вернемся Обратно И Подойдем К Созвездию Мы Увидим С вами Принцессу Если Зажать Стрелку Вверх Там Как На нее Смотрит Звезды Пропадут И Мы Видим Очертания Принцессы Вот Эти Восемь Звезд Символизируют Голову Левую Правую Грудь Левая Правая Я так Полагаю Основание Ноги Цепь Либо Основание Рука Не грудь Тут По-разному Можно Трактовать Даже Скорее Все Основание Рука И Основание Ног Колени Обратите Внимание Что у нее Слева Как бы Опять же Если Трактовать Как это Выглядит Видим Что у нее Левая Правая Рука Прицеплена К телу Как будто Она Рабыня А левая Рука Свобода Но при этом Мы видим Оторванный Кусочек Запястья Как будто Она Освободилась Вот она Та сама Принцесса Мы ее Нашли На самом деле Концовка Игры Очень Грустная И Какую Считать За истину Сложно Что есть Канон Так сказать Но я думаю Так Раз Получение Вот этой Особой Концовки Представляет Целый ряд Сложностей С которыми Нам придется Столкнуться Чтобы Ее Добыть То скорее Всего С одной Стороны Ее Может Трактовать Как истину Потому что Любой Прошел Любой Узнал Классическую Историю Про Принцессу С намеками На ядерное Оружие Но потом Когда мы Собрались Все звезды Мы узрели Истину И как Не стану Добродетели Нас Привели К этому Это одна Из версий Другую версию Кстати Здесь Можно Выдвинуть Я Пока Анализирую Просто Каким Мне Мысли В голову Приходят Пока Свежие Впечатления Это Последнее Видео По этой Игре Может Быть Конечно Мы Будем Улучшать Там Рекорды Я Не знаю Пишите В комментарии Что Вы Хотите Увидеть Но В целом Как бы Мы еще Показали Может Только Проанализировать В конце И закончить Как вариант Такой Здесь Мы можем Предположить Что Он все таки Добрался До нее Но Не успел Схватиться Прикоснуться Взрыв Может быть Это взрыв От неудачных Испытаний Мы В начале Каждых Уровней Почти Каждого Мира Видели Яму Но Яма Предполагирует С одной Стороны Отсылает На подземные Испытания Вы знаете Ядерные испытания Подземли Проводились И сейчас Может быть Проводится Но это Как бы Запрещено В целом В некоторых Случаах Но и суть И С одной Сторон Такая Слышка С другой Стороны Что Падает Ядерная Бомба Взрыв Идет Землю Взрывает И Тоже Такое Следствие Можем Смотреть Так вот Такую версию Мы можем Увидеть Что Он все таки Не смог Соприкоснуться С принцесс Он добрался До нее Оказался Рядом Но Взрыв И кстати говоря Взрыв Вот непонятно Все таки Он смог Создать Ядерное Оружие Не смог С одной Стороны Мы видим Свободную Принцессу Атаков Или наоборот Порабощаемую Тут не ясно Такое То есть Тоже Неопределенность Ну что Принцесса Была все таки Ядерным оружием Эта концовка Как бы Оставит на свои места С другой стороны Другая точка зрения Которую здесь Мы с вами Можем Обнаружить Заключается В том Что Принцесса Это все таки Принцесса Ядерное оружие Почему Потому что Чтобы получить Вот эту истинную Концовку С ядерной бомбой Ну можно сказать Что истинную Альтернативную Вам Надо просто Пройти игру Я знаю Что раньше Да в принципе И сейчас Вот если Какой нибудь Человек Не смотрел Наше прохождение Я даже Я думаю Если Вы посмотрели Наше прохождение Может быть У вас И не с первого Раза Получится Пройти Там Без подсказок Без гайдов Без ничего Все это сделать Самому Разобраться И я думаю Что даже Просто Пройти игру Это представляет Определенную Сложность Не все С этой целью Справились Но тот Справился И все таки Раз эта концовка С принцессой Вынесена На классическую Версию Мы можем Говорить Что все таки Он решил У нас Для Разработчик Для Основной Аудитории Все таки Показать Эту версию Доминирующую А эту Как пасхалку Для очень 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 Преданных Можно так сказать Фанатов Игры Которые Все это Исследовали Нашли Их Обнаружили А с другой стороны В классической Концовке У нас с вами Не говорится Нигде Явно Что Принцесса Это принцесса В конце Мы все равно Видим кучу Отсылок на Ядерное оружие Но я бы так сказал Что если Первая концовка Это Неоднозначность Непонятно Что Что есть Вот это Вот все Это лишь Метафора Что он Сравнивает Любовь С ядерным Оружием Есть Некоторые Некоторая Логика В таком Рассуждении Я вам даже Скажу Какая Что Любовь Она Страстная Пылкая Она Взрывная Может быть Даже взрывоопасная Люди Ради любви Идут На Очень Очень Многие Очень Очень Странные Поступки Порой И К чему Только Любовь Человечество Не приводила И к воинам И к ненависти К массам Убийствам Любовь Разную форму Может понимать Не обязательно Любовь к женщине Но если Смотрите Вообще Любовь к Богу Так это Отдельная история Все крестовые походы И прочие Джихады Некоторые Даже до сих пор Во имя Это убивают К сожалению Но То все таки Любовь К даме Конечно Хочется Надеяться Что это Была Любовь Именно К Принцессе Именно То что Принцесса Все таки Он искал Принцессу Саму В прямом смысле Слово Принцессу Принцесса Не метафора А вот А вот ядерное оружие Метафора А с другой стороны Может быть Принцесса Как оказалось По этой концовке Это метафора А ядерное оружие Это истина Но все таки Я изучил Личность Самого Разработчика Этого Замечательного Безусловно Человека Создавшего Эту Прекрасную Игру И внесшего Существенный Даже продаж Еще Вносить Вклад В развитии Игровой индустрии Он еще Разрабатывает Свой язык Программирования Если вам интересно Я могу на это Что-то сделать Отдельное видео Рассказать про этого Человека Я думаю Это было бы Очень интересно Все таки Он больше Как я посмотрел По образованию Такому Технический Может быть Человек Скажем так Не гуманитарий Конечно же Ну и наверное У него Как бы Такая бысоль Ближе Наверное Все таки Хейдерного оружия Решил это показать Моя мысль Я могу ошибаться Но все таки Я думаю Что это так Хотя Изначально Может быть Специальная игра И задумывалась Такая вот Неоднозначная Что мы можем С вами рассуждать Предполагать Какие концовки Вот это вот В таких вот играх Мне вообще нравится Когда Вы сами Думаете Анализируете И делаете вывод Что же все таки Тут Произошло Чем же все Закончилось В любом случае Я могу сказать Одно наверняка Что Что бы на самом деле Тут не было Это все Ано драма Это печальная Концовка Но если это была Настоящая принцесса Он ее потерял Он ее не нашел Если же это было Ядерное оружие И даже если он Смог его создать Это печаль Хоть цель-то он достиг Но Теперь мы все Сукины дети Как сказал один человек Я проверил Да Это настоящая цитата И Даже если он Его и не смог Создать Что тоже допускается Если мы пройдем Не на ту концовку То В таком случае Это тоже проблема Все таки Он не достиг Поставленной цели Которую хотел В общем Тиму Можем только Посочувствовать Судьба его Трагична Печальна В любом из случаев И эта музыка Навевает лишь На подобные Ассоциативные ряды Это была очень прекрасная игра Я рад что мы с вами Теперь ее полностью прошли Для тех кто не в курсе У нас на канале Целый плейлист Есть по этой игре Во футболке культовой игры У нас пройдена игра На обычную концовку Потом у нас показан эпилок С альтернативными вариантами Нам надо будет спрятаться Там посмотрите И третий Это у нас Спидран За 45 минут Пройти игру Мы сделали Это первый Успешный Единственный Наверное попытка была У нас предпринята Спидрана на канале Со второй попытки Мы это сделали Ну и вот мы посмотрели Альтернативную концовку Собрали все звезды Игра Полностью пройдена Все смыслы Какие аллегории Символы Здесь я увидел Я постарался вам В рамках этого прохождения Максимально Подробно изложить Но К сожалению Пора Заканчивать Я всегда говорю Когда прохожу Какую-то культовую игру Потому что Они действительно трогают вас Ну не знаю Надеюсь что вас трогают Если вы это смотрите И слушать меня до сих пор То скорее всего Все таки трогают Меня по крайней мере Они очень сильно трогают Трогают до глупины души И Ну В значении этого слова Символическому Несут И Очень печально Расставаться с такими играми Это Некое такое вот Особое игровое переживание Постигровое Когда вы Столкнулись с шедевром Прошли его Насладились Поняли что все Прошли С одной стороны Наступает небольшая Такая радость Ура Концовка Победа Мы справились Мы собрали 8 звезд В данном случае Посмотрели альтернативную концовку Проанализировали все Мы молодцы А с другой стороны Поверяется грусть Тоска еще больше От того что все пройдено К этой игре Мы С вами на канале Наверное Уже не вернемся Но Я могу сказать Одну с уверенностью Тоже говорю Это В других культовых игр Все эти культовые игры Объединяет Что Всегда хочется Возвращаться К их прохождению Может быть Лет через 10 15 20 Запись Я просто Запущу эту игрушку Пройдусь Вспомню эти приятные Минуты Моменты Этого прохождения Поверю эту атмосферу Все А может быть И на канале Кто знает Кто знает Будущее Туманно Мы ничего Говорить За него Не можем Ну Вроде Как Это И все Что я Хотел Вам Сказать Грустно Но С другой Стороны Приятно Так Поэтому Подписываемся На канал Ставим лайки Включаем уведомления Пишем комментарии И увидимся С вами В следующих Видео Наши С вами Старом Добром Консервативном Канале Всем пока